Если у пациента зрелая катаракта, мы не можем сделать оптическую биометрию, мы не можем убедиться в том, что у него нет патологии на глазном дне. Зрелая катаракта – это противопоказание к мультифокальной коррекции? Да нет. Во-первых, есть другой глаз, есть анамнез. Если у него правильная светопроекция, он цвета определяет без проблем. Значит, макулярная область работает как-то? Всего его предупреждают, что да, вот у вас зрелая катаракта, полностью мы вас исследовать не можем. Берем риски все на себя. Нет, ну, во-первых, сейчас и оптические биометры довольно часто берут со всякими плотными зрелыми катарактами. Но, во-вторых, иммерсионный метод. Особых сомнений в иммерсионном методе у нас нет. Он очень близок к оптической биометрии. Раньше он вообще считался эталоном. Ну, тогда и критерии были разные. Там плюс-минус два не пролет, когда на стене в операционной висела линеечка и просто линеечку. Там в одном столбике – это длина глаза, в другом столбике – кератометрия. А посередине – силы линзы зрачковой. Приносят карточку. Сестра подходит с линеечкой. Вот так вот ставит. Так, так. И говорит, вот такая линза. Это другой и требуя, и критерии, и требования разные, конечно. То есть такой хирургии, которая требует там 0,25 попадания, ну, такого не было. Сейчас вот уже есть, называется парциальная оптическая биометрия. То есть даже для светового потока преломляющая сила разных свет разная. И если мы будем измерять отдельно роговицу, отдельно внутриглазную жидкость, отдельно хрусталик, отдельно стекловидное тело, то мы получаем более точный результат. Сейчас вот эти все формулы, вот они там развиваются. Насколько он более точный, мы не знаем. Но вот сейчас работы пишут, что да, это вот более точный результат. Вводя разные коэффициенты для разных участков глаза. А ультразвук это, ну, точно он по-разному распространяется в разных средах. Редко, когда пациент, который хочет мультифокальную линзу, доводит свою катаракту до такой степени зрелости, что мы не можем посчитать длину глаза. Это уже признак, что пациент недостоин такой линзы. Вот это противопоказание к мультифокальной коррекции? Думаю, что да. По одной простой причине. Даже не только потому, что там нет возможности оценить состояние глазного дна. Это состояние охарактеризует пациента. Если пациент довел себя, ну, вы же рассказываете, прочитаться о возрастной катаракте, да, то такого состояния, то оно ему надо было, это зрение. И поэтому мы ему объясняем, что да, рассчитать точно мы не можем. Запланировать эффект мультифокальности мы не можем. Вы хотите, ну, задорого или хотите получить, ну, более-менее, так скажем, гарантированную остроту зрения возможности там очковой коррекции. Еще раз повторяю, качество зрения и жизни не определяется только избавлением от очков. Как-то у нас были какие-то совещания, там, помню, это одна из фирм, которая производила, ну, это давно была. У нас фирма, которая производила мультифокальные линзы, и я на этом совещании как-то хирургов они собрали, выставила с предложением. Уважаемая компания, такая-то не буду называть, давайте сделаем так. Вы предлагаете нам линзы монофокальные по цене утрированно рубль, линзы теорические 2 рубля, мультифокальные 3 рубля. Давайте сделаем цену на все линзы одинаковые, на все линзы. 2 рубля, ну, условно говоря. Будет все all-inclusive, что называется. Что нужно пациенту и поставим. Вы в итоге только выиграете, если брать в масштабе. Так ведь? Потому что количество линз, которые можно поставить мультифокальных, оно естественно увеличится, количество линз монофокальных уменьшится, а средняя цена будет отражать, собственно говоря, за то, какой вы получите положительный социальный ответ. Хорошая идея? Что вам ответили? Они сказали, мы будем думать. До сих пор думают. Если у пациента один глаз катаракта, а другой хрусталик прозрачный, и он хочет мультифокальную линзу, вот на одном глазу будет работать мультифокальная линза? Либо это только при двусторонней имплантации? Будет, будет. Но такие ситуации, кстати, часто встречаются. Мы предупреждаем пациента. То есть, если глаза справляются, не надо будут очки. Если нет, можно будет очковую коррекцию. Но зато в дальнейшем, когда мы его прооперируем, он будет смотреть двумя глазами. В общем, ничего страшного, если пациент будет в каких-то случаях использовать очки. У меня мультифокальный возможный вариант. Возможный вариант, только надо понять возраст пациента и посмотреть, что там у него с тем глазом. Насколько там выражена презбиопическая рефракция, возможно, второй патент вам ему предложить операцию на втором глазу. Должны ли мы его склонять к этой операции? Нет, а тут очень просто. Вы, получив зрение на этом глазу, а он даст вам качество зрения, он скажет, ох ты, как хорошо. Я вдали, вблизи, этот глаз начинает мне мешать. Потому что я в дальнейшем виду хорошо, вблизи-то я как-то должен либо закрывать, либо что-то еще. Доктор, мне неудобно. Потому что ему надо объяснить, раскрыть окно возможности перед операцией, и он дальше сам будет ваш. Если у пациента давно была имплантирована монофокальная линза, а теперь он приходит на второй глаз и говорит, я хочу мультифокальную линзу, уже на второй глаз. Я не ставлю. Либо это не мой пациент, пускай другой с ними экспериментирует, я желаю ему удачи, без всякого подвоха. Ну, надо объяснять все проблемы, которые могут быть связаны с этим. Потом, тоже зависит от того, у него имплантирована монофокальная линза. Какой глаз? Ведущий, не ведущий? Чем он занимается? Просто его желание такое. Для чего? Ну, хочу вот и автобус видеть, хочу и в телефоне. Ну, значит, можно объяснить, что, во-первых, есть линзы с расширенной глубиной фокуса. Меньше проблем будет, если вот расширим глубину фокуса, проблем бинокулярности будет меньше, сравнивать он будет меньше. Основная беда-то то, что человек приходит и говорит, да, вот вы мне говорите, что я вижу единицу, а вот этим глазом я вижу лучше. Контрастность лучше. Когда две линзы стоят, контраст один. Человеку не с чем сравнивать, он считает, что у него все хорошо. А когда в одном глазу стоит монофокал, и зрение единицы его все устраивает, то поставив в ведущий глаз мультифокальную линзу, мы получим конфликт. А если, например, ЭДОВ? А если ЭДОВ, то меньше конфликт. Все равно, ведущий, не ведущий, ЭДОВ можно в этом случае поставить? Ну, вроде, да, работает, но конфликтов меньше. А какую телефонию фракцию вы выберете в этом случае? Если это ведущий, глаз отдать. Просто ему надо объяснить. Вы откажетесь от очков в быту. Кухня, компьютер, приборная доска автомобиля. Читать вы будете в очках. А если рассчитать, например, на минус 0,75 ЭДОВ линзу? Ну, будет конфликт. Но опять же, это зависит от мозга. Некоторые люди поморгал-поморгал и привык. А некоторые годами ходят и все жалуются. Вроде вижу хорошо, но мне мешает. Если есть возможность сделать пробную контактную коррекцию, надо сделать пробную контактную коррекцию. А если вы поставите ЭДОВ линзу, то какой тип оптики вы предпочтете? Ну, не дифрикционный, чтобы не загружать лишнее. А дифрикционный тип оптики у ЭДОВ линз, он также будет водителям мешать, как мультифокальные? Меньше, но будет мешать. Тут можно подумать о миопической анезокоррекции. Ну, то, что называется моновижн, что неправильно, на самом деле, по терминологии. Юрий Захаш Розенблюн когда-то термин ввел миопическая анезокоррекция, когда ведущий глаз для далее ведомый для близи с маленьким минусом. С ним поговорить, если он вменяемый человек, попытаться смоделировать и объяснить, что, например, один глаз мы оставляем вам максимально для далее, а второй, может быть, для маленьких минусов. Но, опять же, это надо просто вот, что называется, занудно объяснять, демонстрирует и так далее. Если он согласится, то это возможный вариант. Ведущий, его можно сделать на близьбу? Нет, не надо. Это будет ужас. Это будет ваш ночной кошмар. Он будет вам приходить, он будет вам предъявлять претернии, он будет говорить, я ничего не понимаю, ну да, страта зрения, но я же плохо вижу. Я постоянно будет мешать. Это категорически, это страшная ошибка. Ну, то есть, понятно, что она, в общем, со временем к ней адаптируется, ну, очками может компенсировать, но это категорически нет. Только для далее. Ведущий глаз, только для далее. Ну, тут очень важно, крайне важно, во-первых, определить ведущий глаз и было бы идеально посмотреть его форму сенсорного превалирования у этого пациента, чтобы четко определить, какой глаз ему и насколько можно было бы откорректировать. Такое возможно. Ну, по поводу ведущего глаза определяется, вы знаете, когда, на самом деле... Расскажите все равно, потому что у всех разные. Отлично, да, возьмете перед собой поставки, поставьте прекрасную бутылку вина, например, мой от Шандон. Ну, я не очень люблю шампанское, но, например, мутон Кадет, барона Ротшильда, отличное вино. Поставьте, если вы посмотрите на это вино, закрыв один глаз, оно у вас не сместится, это глаз ведущий. Если закроете, она смещается, глаз, значит, неведущий. Понимаете, да? Ну, поскольку мы занимаемся оптикой, у нас есть даже специальная линейка с отверстием. Пациент поднимает эту линейку, ставит перед собой, закрывает один и другой глаз, показывает, каким глазом он видит предмет. Очень просто проводит. Можно провести просто руками. Включаем проектор знаков, показываем какую-нибудь ему цель, куда смотреть, просим пациента поднять руки перед собой и закрыть один и другой глаз. И какое попало в отверстие между пальцами, тот глаз ведущий. Очень легко. А если катаракта, его пациент не видит? Ну, если совсем не видит, ну, тогда уже не угадаешься. Каким глазом стреляет, каким смотрит, это не факт, что совпадет. Теперь форма сенсорно превалированная, 90 процентов. Кстати, ведущий глаз, как правило, 90 процентов правый. Если вы... Это определяется у человека на синтотофоре. Там, если помните, есть такое упражнение, две полоски взаимно перпендикулярные. Если вы смотрите, у вас полоски то одни, то другие, то у вас такая альтернирующая форма. То есть, ваши оба глаза могут включаться, да, и они, соответственно, с ран нервной системы нашим зрительной корой воспринимаются. Изображение с них может попадать туда с какой-то альтернативой. Если не альтернатива на доминантной форме, то у вас полоски только в одну сторону видны на синтофоре. Там все очень просто. В этом случае, например, тогда эту миопическую резекоррекцию делать нельзя, потому что у него в основном будет работать один глаз. Значит, оба глаза для даль и прекрасное зрение. Вы будете замечательнее. У вас ни никаких бликов не будет. Вы будете прекрасно чувствовать в особое начальное время вождения автомобиля. Вы любите один автомобиль? Люблю. Вот это ваше. Это ваше зрение будет. Пациента можно манипулировать и нужно манипулировать. Нужно объяснять и свою тактику ему проводить. Надо его, ну так скажем, вести за собой. Иначе это будет опять маркетинг. Есть ли какой-то смысл нам ставить пациенту в один глаз мультифокальную линзу, а в другой глаз ЭДОВ линзу? Мы так делаем. Ну, не ведущий мультифокальный, не ведущий. То есть для близи мультифокал, а для дали ЭДОВ. Получается, что он перекрывает все возможные расстояния. Да, если он закроет глаза и он вдаль, все-таки контраст его будет напрягать, что хуже видит. Да, он видит ту же единицу, но не так четко, как с линзой ЭДОВ. И в этом случае какой тип оптики вы выберете у ЭДОВ линзы? Здесь большой разницы нет. Но мне все равно больше нравятся не дифракционные решетки. Если уж ЭДОВ, то не дифракционные. Здесь мультифокал мы от безысходности. Другого способа пока не нашли сделать хорошее распределение энергии на три или четыре фокуса. Нет, я, пожалуй, не любитель вот этих микс-ад-матч, всяких этих технологий, когда разные линзы. Мало того, я стараюсь даже линзы одного производителя одной модели ставить в оба глаза. Но так или иначе будет страдать бинокулярное зрение на каких-то определенных дистанциях. Ну а смысл? Объясните мне, в чем смысл? Получают все преимущества и то, и то линзы? Получаем все проблемы у одного пациента. И проблемы от мультифокальных линз, и проблемы от ЭДОВ. А если вы на оба глаза будете имплантировать ЭДОВ, какая у вас будет целевая рефракция? Глаз ведущий как можно ближе к имитропической рефракции, ну, минус 0.25, давайте так. Второй глаз тогда от 0.75 до 1.25, где-то так. А если так получилось, что мы ведущий глаз планировали сделать на эмитропию, доф-линзу посчитать, но попали в минус 0.75 ведущий? А что тогда сделать с неведущим теперь? Или то же самое, минус 0.75, или на эмитропию? Ну, иначе он даль потеряет. Микро-моно-вижн все равно не дает то зрение, там человек меоп, там у него минус 3. Вот чтобы он вблизи не видел, для него это катастрофа. Надо поставить мультифокал, чтобы он хотя бы вот здесь видел. Всегда надо, да, все это оговаривать. Потому что меоп считает, что он вот уж так, он будет видеть всегда. Надо объяснить, что вот так нет, так уже видеть мы не будем. Что вот не надо напрягаться, не надо тужиться, надо вот так сделать. Что меняется паттерн фокусировки. Если раньше мы настраивались головой, то сейчас мы настраиваемся, перенося, я не вижу вблизи. Покажите, что вы видите. Вот я не вижу, а так, так вижу. Мы обещали вам, что? Вблизь это 35-40 сантиметров. Вы это видите? Удивляют пациенты, у которых была меопия в высокой степени, и которые после операции прекрасно видят вблизи, на среднем расстоянии, вдаль, но приходят и говорят, доктор, я раньше вот так вот прекрасно видел или видела, а сейчас перестаю видеть. Вот это очень странно. Женщина, которая жалуется, что я вот всегда могла сделать маникюр, а я сейчас не вижу, я себе кутикулы режу. Ну вот так вот делай. То есть надо менять, будет свои какие-то привычки жизненные. Почему? Вот мы говорим, что вот через год жалоб становится меньше. Да, понятно, там нейроадаптация есть, никто ее не отменяет. Но ведь человек меняется. Если он вот, он расстраивался от того, что он так не видит, но через год разумный человек, ну начнет вот так читать, начнет. Кутикулу не будет резать, не будет. Меняется стиль зрительной жизни. Вот если все это объяснить пациенту, проговорить, то вопросов не должно оставаться. Если вопросы остаются, лучше отказать пациенту. Если к вам придет меоп средней степени, вы что ему посоветуете? Какие? Оба глаза надо делать. Какую линзу вы делаете? С катарактой? Да. Самый простой вариант это спросить, вас устраивало зрение 20 лет назад? Устраивало. Вы не против носить очки? Нет, не против. И сделать ему минус два с половиной. Я раньше плохо относился к мультифокальной коррекции у меопов. Если меоп в средней степени, минус два, и будет тебе счастье на оба глаза. Будешь счастливый, будет жить, как и раньше жил. Твоя ментальная близорукость, поскольку ты, когда хочешь рассмотреть, вот так вот делаешь, а тебе придется вот так с мультифокальной. Как бы там все равно вот так. Я их отговаривал, честно могу сказать, с мультифокальной коррекцией. А так было, в общем, энное количество времени. Ряд пациентов, насмотревшись, начитавшись, посчитавши себя, в общем, а почему я себя не могу позволить. Ставили мультифокальные, уговаривали ставить мультифокальные линзы. Есть только один пациент, как ни странно, который оказался недоволен, потому что вот недоволен, он просто такой вредный. Значит, ну бывает такое, я его не рассмотрел. А большая часть пациентов, которые осторожно ставили мультифокальные линзы, оказались довольными. Я, правда, с ними до операции проводил беседы по часу. Это честно могу сказать. Я могу себе это позволить, поскольку у меня нет такого потока пациентов, что называется, я должен оперировать столько-то, столько. Я могу сколько хочу, столько и оперирую. Вот. Я им объяснял, что любой мультифокальный хрусталик, который мы вам поставим, это хрусталик родом из монофокального. Он рожден был монофокальным, он монофокал для Дали. Для случаев, когда хотелось вблизи обойтись, ну или ограничить использование очков, к нему стали оптику дополнительно проявлять. Но все равно вы до операции, будучи близоруким, вблизи лучше видели. И после операции вы вблизи будете видеть хуже. Вот вы когда это поймете, и вы должны научиться будет делать после операции не так, а вот так, будет хорошо. Ну, вменяемые люди, которые приходили, они с этим жили и в принципе нормально. Поэтому я, в общем, мнение свое видоизменил, и теперь я с крайней осторожностью при работе с пациентой мультифокальные линзы миопом в среднем ставлю. Хотя мое чувство, так скажем, ну, оптическое, конечно, меня предопределяет все-таки на минус 2. Для них это было практически идеально. Они и так все равно для Дали полную коррекцию не использовали. Для них это минус 2, это только в театре одевать или там что-то еще. В общем, и так хорошо. Мы все в поисках. Мы продолжаем искать. Если пациент профессиональный водитель, вы предпочтете и хочет видеть вдали и вблизи, хочет видеть навигатор. Эдов в оба глаза. Да. На какая целевая рефракция? На эмитропе. Одинаково в оба глаза? Да. А в каких случаях вы сделаете вот микромоновижн? Микромоновижн, если он не профессиональный водитель, если он хочет все-таки вблизи меньше пользоваться очками. Тогда целевая рефракция будет одного глаза? Одного эмитропе, неведущий, минус 0,5, минус 0,75. Мы не можем предугадать, какое зрение у пациента будет после операции, но мы можем предполагать, вот Эдов линза ниже какого зрения уже не получит пациент этого эффекта и лучше уже эту линзу не ставить. Ну, я бы где-нибудь границу, наверное, начиная от шести строк и выше. Ну, это как и с мультифакалом, где-то 0,7, 0,6-0,7. Правда, это просто не реализуется эффект. Давайте вспомним, вот те, кто начинал хирургию достаточно давно, помнят, что первые линзы для интеракулярной коррекции были линзы сферические. Потом появились асферические линзы. И переход с сферический на асферический был достаточно обоснован, потому что устраняли сферические аберрации, качество изображения, красивые схемы, так скажем, симуляции картинок, которые при сферических, асферические и так далее. Но я помню, что когда были сферические линзы, обладающие сферическими аберрациями, достаточно часто были явления, когда пациенты после операции говорили, я вдаль хорошо движу, я вблизи. Почему? Потому что там были сферические аберрации. Современные линзы едов, они, понятно, развели эту тему, и их сферические манипуляции над поверхностью, там есть разные едов, целые классы, они тоже из этого сферического принципа вышли. Сейчас же появились монофокал плюс. Это те же самые сферические линзы с некой модификацией, ведь сферическая аберрация увеличивает глубину фокуса, это ведь возможность, ну, в ряде случаев, там, на диоптрию даже, соответственно, изменить, что иногда вполне достаточно. Могу больше сказать, в рефракционной хирургии роговицы раньше и сейчас в основном применяется монофокальный, да, профиль абляции, так? А был период, когда пытались сделать мультифокальный профиль абляции, так называемая blended vision, то есть смешанное зрение. Какая-то часть для дали, какая-то часть для близи, это было с помпой, в общем, представлялось, целый симпозиум проводили по этому поводу. Ну, потому что оказалась роговица за счет формы памяти, за счет своих возможностей, за счет эпителия, все это, в общем, меняет, и никакого мультифокального профиля нет. Но сам факт того, что попытки играть с профилем сферичным, сферическая аберрация увеличивает глубину фокуса, были обравнаны. Поэтому монофокал плюс и некоторые изновидности ЭДОФ, это линзы как раз с ферическими аберрациями, которые дают увеличение глубины резкости. Ну, к ЭДОФам относятся и другие, там, конструкции, у которых там где-то, да, плюс двух, плюс полтора, плюс два есть, за счет других уменьшение количества этих дифракционных, да, колец и так далее. Ну, как мунифокал, как мультифокал лайт? Да. Помните, у одного производителя линз мультифокала была линза промежуточная, там основная адидация была плюс три, а потом появилась адидация два с половиной. Не помните такое? Не буду называть фирму, ради интереса посмотреть, ну, чтобы без рекламы. Так вот, был такой период, они предлагали в ведущий глаз ставить два с половиной, вот вам признак преддверия ЭДОФа, потом этой фирмы появилась ЭДОФ, линзы, а на глазу, который, соответственно, не ведущий, плюс три. Вот вам получалось, миопическая, а не закоррекция, мультифокальная, она на глазунглоидов и, в принципе, ну, почти ЭДОФ, и там в этом случае уменьшение засветов хала при расширении зрачка. То есть то, что оптика будет совершенствоваться, интересно. Дальше просто опять загляну вперед. А что касается, вот, какой остроты зрения, возвращаясь к вопросу, я думаю, что должна быть высокая. 0,7 это, думаю, что самый лучший такой минимальный вариант, потому что, чтобы все эффекты реализовались. Ну, вопрос вот насчет имплантации мультифокальных ЭДОФ линз пациентам со слабовидением или с низкими функциями, не слабовидением, но выше, чем слабовидение, он спорный такой. Я сторонник того, чтобы не ставить таким пациентам линзы, но в то же время я наблюдаю пациентов, у которых в отдаленные сроки после имплантации развились те или иные проблемы. Например, патология сетчатки. Ну, всем известны там окулярные отеки и все прочее. Они уже находятся на антивиджеев терапии и так далее и все равно счастливы. То есть, да, они потеряли высокое зрение, но они без очков вполне нормально справляются и крупный шрифт видят, вдаль видят и вполне счастливы. Мало того, считается, что даже инвалидам, кому сложно пользоваться очками, тоже мультифокальные линзы в ряде случаев целесообразно ставят, чтобы они максимально очковую независимость имели в связи с нарушением опорно-двигательной системы, допустим, и так далее. Ну, вопрос очень спорный такой. Конечно, изначально я не буду таким пациентам рекомендовать мультифокальные линзы. Дело в том, что с монофокальной линзой, конечно, зрение будет выше, ну, на определенной дистанции. И тут очень легко это объяснить. Световой поток, который попадает в глаз, он делится, ну, при мультифокальной линзе конкретно на три составляющие. Это, как правило, порядка 40 процентов для дали, 40 процентов для близи, 20 процентов для среднего расстояния. Ну, или плюс-минус какие-то показатели. Поэтому, если сетчатка хорошая, то зрение будет высокое. Если проблемы с сетчаткой, допустим, там, ну, грубо говоря, 50 процентов сетчатки не работает, соответственно, он для дали будет получать только 20 процентов, а не 40. И часто это недостаточно, чтобы комфортно видеть. Для близи 20 процентов, а не 40. И большая вероятность, что он не сможет читать мелкий шрифт. Поэтому тут не надо идти на поводу у пациентов, и не надо много обещать и рисковать. Приходит молодой пациент, например, 25 лет, на оба глаза катаракта, но у него нет финансовой возможности поставить какие-то премиальные линзы. Вот в этом случае как быть? Рассчитывать на близорукость, либо рассчитывать на имитропию? Если он стандартный, стандартный пользователь компьютера, телефона, машина, текст. Если он был имитропом, имитропическую рефракцию. Если он был миопом, на минус 2, на минус 3. А пациент исходно у вас близорукий? Давайте возьмем имитропию. Имитроп. Тогда имитропию считайте. Опять же, поговорив с пациентом, он уже давно этим глазом не видит. Ему все равно к чему привыкать. У меня просто как-то не вяжется образ молодого человека, который при чтении будет одевать очки. Мне почему-то кажется логично молодому человеку сделать безорукость. А это он водитель? Одевает очки. А здесь нельзя что делать? Значит, вы молодого человека заставите носить очки для... дали? Какое количество времени молодой человек читает, и какое количество времени молодой человек, условно говоря, ездит на автомобиле, гуляет по улице? Давайте возьмем 50 на 50. 50% времени он в телефоне и работает, а 50% времени он за рулем. Ему и то, и то важно. Пускай деньги копит. Нет, или, пожалуйста, предложение к фирмам. Давайте, он инклюзия, все линзы по одной цене. Он наденет прогрессивные линзы и будет видеть и вдали, и вблизи у них прекрасные. Монавижн вообще сейчас... Ну, монавижн, если он все-таки с задней капсулярной катаракты, то есть зрение у него все-таки высокое, там 0,5-0,6 у него есть, то линзами надо смоделировать монавижн. И какую наименьшую разницу он... То есть поставили разницу три, где вряд ли он ее перенесет. Поставили два, поставили полтора. Он говорит, полтора уже ничего. Вы применяете в своей практике? Конечно. Да. Я всегда... Приходит человек, зрение единицы вдаль, оперировался, там, два года назад. Вблизи-то хотите видеть? Ну, все, денег нет, там, никаких линз. Вот мне такую же линзу. Вот такую же. Мне нравится. Ну, вблизи хотите поменьше очками пользоваться? А что? Глаз будет видеть хуже вдаль, но зато лучше вблизи. Ну, тот, кто часто вблизи что-то делает, говорит, да. Вы просто ему одеваете очки, где одной линзы нету, а на другую начинаете ставить, там, минус полтора. Почему нет? Это надо с контактными линзами делать. В очках это не сделаешь. Опять же, если позволяет катаракта, потому что если он приходит, у него зрение 0,3 и ниже, то здесь какие бы линзы ты не ставил, он не поймет. Хотя я тоже не сторонник моновидения. Если это по природе у пациента было, есть такие, у кого изначально моновидения присутствуют. Или же, если пациенты в процессе развития катаракты, неравномерного помутнения хрусталиков на двух глазах, у них получилось, что какой-то глаз вдруг ни с того ни с сего стал, ну, допустим, он был и метропом, со временем стал носить пресс-биопические очки, и потом у него вдруг один глаз стал миопическим, и он избавился от пресс-биопических очков, и его все устраивало. Вот тогда я действительно удалю катаракту, и на этот катарактальный глаз поставлю линзу на небольшую миопию. Но если он уже привык к этому, если он понимает, что такое моновидение. Если же изначально, то, ну, далеко не все пациенты легко это переносят, и вторично с ними иметь дело достаточно сложно. И поскольку в нашей клинике мы очень серьезно занимаемся не только хирургией, но и оптикой, и наши специалисты по оптике, они категорически против моновидения, всегда требуют, чтобы два глаза работали одинаково. Это зависит от разницы между глазами. Если вы сделаете там два, очень тяжело, если сделаете единичку, проблем не будет. Ну, единичка, это же недостаточно, чтобы читать. А вы знаете, они же за счет бинокулярного слияния увеличивают свое зрение. Ну, если у него один глаз надаль, монофокальная линза. Ну, а другой будет минус один. Ну, это будет практически дох вариант. Да, она читать не сможет. А, ну, так давайте так задать. И вы, если имеете в виду только для чтения, тогда, наверное, надо сделать где-то полтора. Ну, у пациента с полтора, может, он не сможет прочитать «Войну и мир» в темноте, ну, именно вечером после работы, но если сядет на яркое солнышко на веранде, то достаточно неплохо сможет прочитать. Все зависит еще от уровня, от условий чтения. При ярком солнце, при дополнительном освещении, практически многие без очков. Я, например, без очков читаю. В каждом случае надо решать индивидуально. Когда поговорю с этим пациентом, с молодым человеком или там с какой-то там дамой, да, которая не может себе позволить там что-то, может быть, маленький минус ей оставить, может, она так хочет читать. Такие пациенты тоже бывают. Я хочу читать, и все. А вот что-то в этом мире кошмарном происходит, меня не интересует. Я хочу читать, пожалуйста. Это все индивидуально. Потому что человек, который, мы не глаз оперируем, мы человека оперируем. А это многие забывают. Субтитры создавал DimaTorzok